Хотя, по мнению специалистов, для здоровья человека птичий грипп не представляет угрозы, но под удар попадает вся отрасль птицеводства. Для Белгородской области, являющейся лидером по производству мяса птицы, потери могут быть весьма ощутимы. На данный момент мы предприняли жесточайший уровень биозащиты. У нас ограничено полностью движение всего стороннего, никаких консультантов, никаких организаций, обслуживающих в данный момент не посещают наши производственные объекты. Опять же, используем опыт наш, который дал нам возможность предотвратить проблему в Ростовской области, когда и Маркинская птицфабрика в Ростовской области переболела птичьим гриппом, и Евродон вплотную находился возле наших площадок. Мы сделали всё необходимое и даже больше в чём-то пошли себе в убытки в плане каких-то логистических действий и других моментов, которые нам беспокоили. Но, тем не менее, нам удалось удержать ситуацию. Попасть на современную птицеводческую ферму сегодня сложнее, чем на самый секретный военный завод. Там действуют строжайшие правила биологической безопасности. Путём проникновения является человек, потому что в ряде случаев именно человек виноват в заносе гриппа птиц в хозяйство. Контроль за здоровьем птицопоголовья ведёт подведомственный Россельхознадзору Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория. Исследования проводятся как в рамках государственного мониторинга, так и по заявкам хозяйств. В связи со сложившейся ситуацией вирусологический отдел работает в особым режиме. Чем же так опасен птичий грипп? Вирус гриппа опасен тем, что он способен вызывать остропротекающие заболевания, при котором возможна стопроцентная смертность птицопоголовья. Опасность этого вируса заключается ещё в том, что он обладает необыкновенным потенциалом изменчивости. Слабовирулентные штаммы могут очень быстро стать высоковирулентными, заразными штаммами. Поэтому мы проводим исследования. В нашей области не было положительных случаев, мы не выявляли положительных проб по вирусу гриппа. Тем более, области очень важно сохранить эпизотическое благополучие. Ведь вполне понятно, что птичий грипп окажет негативное влияние на экономику региона. Вот, например, в США в течение двух лет было уничтожено более 50 миллионов птиц, а материальный ущерб за тот же период превысил полтора миллиарда долларов. Ситуация уже оказывает влияние и на российские предприятия. Некоторые зарубежные страны запретили ввоз мяса птицы из неблагополучных областей Российской Федерации. Поэтому в нашей области оборону сейчас держат на всех направлениях. Трудности, конечно, приносят очень большие. Нам приходится очень сильно фильтровать поставки всего. Начиная от кормов, упаковки для убойных цехов, движения людей. По нескольку раз мы проводим подряд проверки на нахождение в личных подворных хозяйствах в ЛПХ наших сотрудников птицы. Слава Богу, случаев выявлений не возникает, потому что люди все предупреждены, что в нашем случае не будет возможности наказания, люди будут сразу уволены. В свою очередь и Россельхознадзор усилил контроль с завозимой в область птицы и птицеводческой продукции. Эпизотическое благополучие региона зависит от слаженной работы всех служб и от ответственности самих жителей. Обо всех случаях, падежа домашней или дикой птицы, необходимо немедленно уведомлять ветеринарную службу и Россельхознадзор. Светлана Запорощенко, Роман Ушатов, пресс-служба управления Россельхознадзора для телерадиокомпании «Мир Белогорье». Хотя, по мнению специалистов, для здоровья человека птичий грипп не представляет угрозы, но под удар попадает вся отрасль птицеводства. Для Белгородской области, являющейся лидером по производству мяса птицы, потери могут быть весьма ощутимы. На данный момент мы предприняли жесточайший уровень биозащиты. У нас ограничено полностью движение всего стороннего, никаких консультантов, никаких организаций обслуживающих в данный момент не посещают наши производственные объекты. Опять же, используем опыт наш, который дал нам возможность предотвратить проблему в Ростовской области, когда и Маркинская птицефабрика в Ростовской области переболела птичьим гриппом, и Евродон вплотную находился возле наших площадок. Мы сделали все необходимое и даже больше в чем-то пошли себе в убытки в плане каких-то логистических действий и других моментов, которые нам беспокоили. Но, тем не менее, нам удалось удержать ситуацию. Попасть на современную птицеводческую ферму сегодня сложнее, чем на самый секретный военный завод. Там действуют строжайшие правила биологической безопасности. Путем проникновения является человек, потому что в ряде случаев именно человек виноват в заносе гриппа птиц в хозяйство. Контроль за здоровьем птицопоголовья ведет подведомственный Россельхознадзору Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория. Исследования проводятся как в рамках государственного мониторинга, так и по заявкам хозяйств. В связи со сложившейся ситуацией вирусологический отдел работает в особым режиме. Чем же так опасен птичий грипп? Вирус гриппа опасен тем, что он способен вызывать остропротекающие заболевания, при котором возможно стопроцентная смертность птицопоголовья. Опасность этого вируса заключается еще в том, что он обладает необыкновенным потенциалом изменчивости. Слабовирулентные штаммы могут очень быстро стать высоковирулентными, заразными штаммами. Поэтому мы проводим исследования. В нашей области не было положительных случаев, мы не выявляли положительных проб по вирусу гриппа. Тем более, в области очень важно сохранить эпизодическое благополучие. Ведь вполне понятно, что птичий грипп окажет негативное влияние на экономику региона. Вот, например, в США в течение двух лет было уничтожено более 50 миллионов птиц. А материальный ущерб за тот же период превысил полтора миллиарда долларов. Ситуация уже оказывает влияние и на российские предприятия. Некоторые зарубежные страны запретили ввоз мяса птицы из неблагополучных областей Российской Федерации. Поэтому в нашей области оборону сейчас держат на всех направлениях. Трудности, конечно, приносят очень большие. Нам приходится очень сильно фильтровать поставки всего. Начиная от кормов, упаковки для убойных цехов, движения людей. По нескольку раз мы проводим подряд проверки на нахождение в личных подворных хозяйствах в ЛПХ наших сотрудников птицы. Слава Богу, случаев выявлений не возникает, потому что люди все предупреждены, что в нашем случае не будет возможности наказания, люди будут сразу уволены. В свою очередь и Россельхознадзор усилил контроль с завозимой в область птицы и птицеводческой продукции. Эпизотическое благополучие региона зависит от слаженной работы всех служб и от ответственности самих жителей. Обо всех случаях падежа домашней или дикой птицы необходимо немедленно уведомлять ветеринарную службу и Россельхознадзор. Светлана Запорощенко, Роман Ушатов, пресс-служба управления Россельхознадзора для телерадиокомпании «Мир Белогорье».